Всем привет, с вами Витик Вячеслав. И сегодня я продолжаю рассматривать один из важнейших шахматных элементов. Это расчет вариантов. Но сегодня несколько необычное видео, потому что у меня будет тема внутри темы, а конкретно такой интересный прием под названием «Попадаясь в ловушку». Впервые я столкнулся с этим термином замечательной книги Михаила Талия и Якова Дамского, книги «Вагонь атаки». К слову, настоятельно советую многим ознакомиться с этой книгой. Михаил Аталия вообще всегда интересный читатель, рассматривая, всегда живые варианты. Но перейдем к примеру. Для начала давайте разберемся с терминологией. Под ловушкой мы подразумеваем сознательную попытку помочь сопернику ошибиться. Мы специально провоцируем его на очевидное или какое-то естественное продолжение, заранее предусматривая неочевидное опровержение. Итак, данная позиция возникла в партии практически неизвестного шахматиста. Белыми играл Миддлтон, а черными – один из претендентов на шахматную корону Акиба Рубинштейн. Если мы посмотрим на эту позицию, да, в этой позиции ход белых, но если посмотрим мы позицию и подумаем, что хотя черные, то в принципе напрашивается ход ладья ФД8, да, нападая на пешку. И в этой позиции Миддлтон сыграл ладья Е1. То есть уже этот ход в принципе должен был насторожить Рубинштейна, но он, видимо, не чувствовал подвоха и сделал естественный ход ладья ФД8. То есть кажется, что белые должны терять темпы и ходить ладья Е на Д1, да, защищая пешку Д6. Но Миддлтон как раз придумал замечательную ловушку. Но ладья Д8, к слову, этот ход является ошибкой. Следует конь Е6, король Е6 и неочевидный ход Ф4. И теперь выясняется, что у черных большие проблемы, так как на Е белые попросту ставят мацану Ц4. То есть вот в этом и заключалась ловушка, которую придумали белые. Но, к слову сказать, последовала ладья Д6. Ладья Д6, ладья Д6 ФЕ, король Е5. И позиция в принципе носит технический характер. Трудности, конечно, у белых есть. У черных все-таки две пешки за фигуру, плюс пешки в центре, они подвижные. И в итоге партия закончилась в ничью. Но, конечно, если говорить объективно, то позиция белых должна быть вырвана. Итак, перейдем к следующему примеру. И этот пример как раз из книги, о которой я вам говорил в начале. Это пример из партии Банник Таль. И последний ход белых в этой позиции был ладья 1 на Д2. То есть ход немножко странноватый, да, так как, если мы посмотрим на позицию, то самый напрашивающийся очевидный ход за черных, это ход Е3. Да, и вот Банник как раз ловил Таля на, в принципе, неочевидную ловушку. Ну, что он имел в виду? На ФЕ, ФЕ, ФЕ3. И на ФЕ, ФЕ2. Конь Е2, Ладья Е2. ФЕ, Ц1, Ладья Е1. Это как раз то, что имел в виду Банник. И, казалось бы, черные проигрывают, так как у них под боем ФЕ и под боем слон на Ф6. Но Банник не предусмотрел в предварительных расчетах неочевидное возражение. А здесь черные просто выиграют, играя слон С3. И на Ладья Е1 у них есть ход слон Д4. Черные отыграют Ферзя, а с ним выиграют и партию. То есть, на мой взгляд, очень качественный пример. Обратите внимание. Да, не так-то просто в предварительных расчетах, да, вот, скажем, после ФЕ, увидеть как раз вот этот момент, да, такая неочевидная связка, неочевидную, да, слон С3, Ладья Е1, слон Д4. Очень качественный и прекрасный пример из творчества Михаила Таля. Перейдем к следующему примеру. Пример тоже довольно-таки интересный. Черным играл Михаил Ботвинник. И здесь ход черных. Ну, сразу бросается в глаза, что у черных под боем пешка на Ф7. Встает вопрос, как его защищать. Ну, по сути, есть два, наверное, нормальных хода. Это ход Ладья Д7 или ход Конь Е5. Ну, самый естественный, на мой взгляд, это ход Конь Е5. Так как после Ладья Д7, ну, возможен, скажем, такой вариант, Слон Б5, Ладья Е7, Слон С6, БЦ, Ладья Х1. То есть белые как-то напрягают, все-таки некоторые инициативы у них есть. Конь Е6, Ладья Х8, Кроль С7, Ладья А8, Кроль Б6, Ладья Е8, Конь Ж4, Ладья Е7, Ладья Е7, Конь Е7, Конь Е3. Здесь, несмотря на то, что, конечно, партия должна закончиться в ничью, но какие-то определенные трудности у черных будут. Так как пешки разгрознены, белые могут подойти королем, то есть какие-то определенные проблемы могут возникнуть. Хотя, конечно, объективная оценка позиции – это ничья. Да, но вот, конечно, более естественный ход – это ход Конь Е5. Но здесь надо, конечно, предвидеть и рассчитывать такой интересный удар. Может последовать Конь Е7. И на Конь Е7, Слон Ж6. То есть под боем два коня, да, Конь на Х5 и Конь на Ф7. И не совсем понятно, как черным спасать, да, фигуру. То есть они рискуют остаться без пешки. Но здесь как раз есть неочевидное возражение, которое нужно было, конечно, рассчитывать, играя Конь Е5. Здесь может последовать Конь Ж3. И на Слоны всем неожиданно выясняется, что есть ход Конь Е2. И белые попросту получают мат. Или остаются без фигуры, да. После Конь Ж3 Конь на Ф7 просто следующим ходом уйдет. Ну, да, там, ну, то есть в предварительном размене ладий. И черные останутся с лишней фигурой и выигранной позицией. Итак, перейдем к следующему примеру. Это пример, опять же, из творчества Михаила Ботвинника. Белыми играл Капабланка, черными Ботвинник. И здесь, ну, вариант не случился в партии, но довольно-таки интересный мог возникнуть. Белые могут сыграть ладья А7. Но встает вопрос, а что делать на ладья С1? Ладья Б7. Ладья Д1, Слон Д1 и Ладья С1. Казалось бы, черные выиграют, так как под боем Слон на Д1, да, и белые остаются с лишней фигурой. И непонятно, как защищаться. Но здесь мы тоже можем и должны, конечно, играя ладья А7, предвидеть неочевидное возражение. После хода короля Ф1, ладья Д1, король Е2, белые остаются с лишней пешкой. Ну, можно еще, конечно, посмотреть ход Е4. Здесь просто конь Ж5, ладья Д1, король Е2, ладья А1, ладья Д7. И черные попросту рискуют проиграть. Да, ну и, к слову сказать, после ладья Д1, король Е2, ладья А1, ладья Д7. Ну, наверное, объективно говоря, позиция должна быть все-таки ничейной. Но большие трудности будут, да, то есть не так-то просто будет сделать ничью. Итак, перейдем к следующему примеру. Этот пример, опять же, я подчеркнул из книги «Вагонь атаки» Михаила Аталия, Якова Адамского. И здесь белые сделали такой, ну, не совсем понятный и, если говорить объективно, довольно не сильнейшее продолжение. Они сыграли короля А1, на всякий случай, вводя короля. Сразу скажу, что гораздо сильнее было пойти слон H5, сразу цепляясь к пункту F7, то есть грозит удар, конь бьет Е6, да, то есть сразу приступая к активным действиям. И здесь, к слову сказать, после Е5, есть простой ход ладья Е2, защищая на всякий случай пешку С2. Ну, скажу всему, где-то мы, может быть, сдвоимся ладья Д на Е1, да, там, в случае удара ЕD. И это позиция у белых с большим перевесом. Все-таки они опередили, ну, во-первых, король, да, у черных стоит неудачно, и фигуры белых довольно-таки активные. Но, играя король, да, играя король А1, Таль придумал и рассчитал ловушку. Он провоцировал соперника на ход F5, и здесь может последовать ход слона F5. Ну, сразу скажу, что заслуживает внимания и ход слона H5. После F4, скажем, может последовать F6, мы опять же цепляемся к пункту Е6. И на ладья Ц5 слон Е2, F5, конь B3. И белые выиграют качество, ну, и, в принципе, получают подавляющую позицию. Сразу скажу, варианты эти, ну, практически сильнейшие, да, то есть они, конечно, не очевидные, то есть есть разветвления, но варианты, в принципе, повторюсь, сильнейшие я их анализировал с движками. Итак, да, но Таль сыграл слон F5. Здесь ЕF и ладья Е7. Это, конечно, Таль все рассчитал заранее. Король Е7, ладья Е1, шахт. Король D8. Да, ну и здесь тоже такой не совсем очевидный маневр. Ферзь H4, шахт, F6 и Ферзь H6. Белый без ладьи, но под боем ладья на F8, плюс ко всему, ну, ладьей уходить нельзя. Там, либо Ферзь H8, если ладья F7, или Ферзь H6. Да, но в чем же заключалась ловушка Таля? Дело в том, что на Ферзь H6 есть ход Ферзь H5. Если здесь Ферзь F8, то Король C7 и, скажем, на отход Ферзем, ну, там, допустим, на взятие пешки F6, или на ход Ферзь Е7, последует ход B3, и грозит мат на 2, плюс ладья на Е1, и трудности. Ну, да, к слову, скажу, на Ферзь Е7, там, наверное, есть ход ладья Е8, скажем, да, вот в этой позиции. Да, белый опять же сталкивается с трудностями. Вот, но замысел, игравшего черными, не удался. Ну, во-первых, здесь есть простое провержение, это ход КНБ3. То есть белые попросту нападают на Ферзя, и на Ферзь D5, Ферзь F8, Король C7, Ферзь F6. То есть у белых две лишние пешки, и абсолютно выигранная позиция. Но, к слову сказать, даже если бы Таль попался, скажем так, в ловушку, да, то есть сыграл бы Ферзь F8, Король C7, то и здесь после хода КНБ3 у белых, в принципе, перевес. На Ферзь A2 последует Король A2, ладья F8. И здесь, ну, естественно, это, конечно, гораздо хуже, потому что перевес белых не вызывает сомнений, но с реализацией будут трудности. Поэтому, конечно, решение Таля гораздо сильнее. То есть не бить на F8 ладью, а сначала сделать промежуточный темповой ход КНБ3. И, как мы видим, позиция черных получается проигранной. Итак, перейдем к следующему примеру. Да, этот пример тоже довольно-таки интересный. Белыми играл Марк Тайманов, черными Анатолий Карпов. Но, в принципе, если мы посмотрим на позицию, то мы можем заметить, что белые без качества. Позиция их объективно проигранная. И здесь Марк Тайманов пытался воспользоваться последним своим шансом и сыграл Король F1. То есть под боем ладья черным нужно определиться, куда ходить. И вот на, скажем, ход ладья B2... Да, к слову, скажу, здесь у черных единственное продолжение, которое ведет к победе. Ну, которое мы рассмотрим. Но, вот, скажем, на ладья B2 у белых есть блестящее решение. Это ход Фер G6. И теперь на FG белые объявляют вечный шаг. Да, ну, тут все понятно. Получается ничья. А на Фер G6, ФG, Король G6, Лонгет F7, Король F7, Ладья B2. Мы отыграем ладью и получаются абсолютно равные эншки. То есть с вероятным исходом ничейным. Да, но, конечно, давайте рассмотрим еще другие продолжения. На ладья E4 опять же следует ход Фер G6. Этот мотив здесь практически единственная попытка белых не проиграть, да и сделать ничью. Ну, и опять же, варианты здесь схожие. Должна получиться ничья. И давайте еще посмотрим ход ладья D7. Здесь уже Фер G6 не проходит. Но есть другой, скажем так, очень сильный ход, который тоже, в принципе, несложно просмотреть. Это ход слон F7. Теперь на ладья F2 последует Фер G6, Фер G7. И эта позиция, конечно, ну, наверное, с небольшим перевесом у черных. Но, в принципе, белые, я думаю, должны сделать ничью. Да, то есть вот, играя король F1, как раз Марк Тайманов попытался поймать Анатолия Карпова в эти ловушки, да. Но на самом деле простой ход ладья D2 ведет к победе, да. У белых теперь уже Фер G6 не проходит, так как можно убить просто Ферзем, да. То есть уже не обязательно убить пешкой, убить просто Ферзем. Мы, скажем, король G6, черные остаются с лишним качеством, потому что он и пешка, и абсолютно выигранная позиция. Но они, в принципе, теперь никаких угроз уже у белых нету, и у них абсолютно проигранная позиция. Но хочу сказать, что вот ход король F1, это, наверное, объективное правильное решение. Это последняя была попытка, да, поймать Анатолия Карпова и сделать ничью. И так, перейдем к следующему примеру. А этот пример уже относительно свежий. Я думаю, многие видели эту партию. Это партия названия чемпиона мира между Владимиром Крамником и Мишанатаном Анадом. Белыми играл Крамник, черными аном. И в этой позиции Владимир Крамник соблазнился, ну, как мне кажется, на комбинацию, которая, как казалось, ведет к большому перевесу. Он убил на D4, да, здесь ход черных, да, для начала скажу, да, под боем ладья. Черные сыграли ладья цты. Ну, вот здесь вот Крамник соблазнился как раз на комбинацию. Он сыграл конь D4. То есть, ну, смысл понятен, да, на ферзь D4 белые пойдут ладья D1 и под боем конь на D7. Да, но, к сожалению, Крамник просчитался. И здесь следует ферзь D4, ладья D1, конь F6, промежуточный ход. Ну, конечно, это все видел Владимир Крамник. Ладья D4, конь F6, ладья D7. И, казалось бы, белые отыгрывают фигуру и получают, во-первых, две проходные и с виду выигранную позицию. Но следует неочевидное опровержение. Король F6, ладья B7, ладья C1, слон F1. И здесь, ну, действительно, если вот эту позицию рассчитывать вариант, да, с начальной позиции, с которой мы начали, то вполне реально, да, не видеть опровержения. Опровержение, на самом деле, очень сильное. Это ход конь E3. Под боем слон грозит мат, на F7 следует F7. И следующий ход E2. И белые беспомощные черные выиграют. То есть, вот такой пример, как мы можем обратить внимание, даже чемпионы мира, вообще просто великие шахматисты, порой просчитываются и попадаются вот в такие вот переплеты, в такие вот ловушки. То есть, вот еще раз давайте посмотрим на эту позицию. Конь D4, да, весьма заманчиво. F4, D4, ладья D1, да. Но вот опровержение все-таки было, и Аннет его блестяще исполнил. Перейдем к следующему примеру. Да, но этот пример тоже весьма своеобразный. Да, ну давайте мы его рассматривать, эту позицию будем рассматривать со стороны черных. Опять же, это пример из творчества Михаила Ботвинника, который, к слову, довольно часто пользовался, да, вот таким приемом, как попадаясь в ловушку. И здесь, ну, к слову сказать, варять не случился в партии. Здесь последовал ход G5. Такой несколько провокационный, да, казалось бы, под боем пешка. То есть, как бы, ну, понятно, что черным нужно делать форточку, но можно было сыграть и Аш, 5 и Аш, 6 и Ж, 6. Ну, вот непонятно, почему именно G5, да. Но это была своего рода провокация и ловушка. На слон G5 черный приготовили ладья C2. Здесь слон G2, ладья B2 и слоны F4. То есть, вот, в принципе, на это и ловили черные. Казалось бы, белые должны выиграть. То есть, под боем слон, да. Но следует, опять же, неочевидное возражение. Ладья D2 шаг. Слон G3, 5, ладья D1 шаг. Король B2. И нюанс, который, конечно, черные должны были предвидеть. Это ход ладья D5. Под боем два слона. Один из них погибает. И черные выиграют партию. То есть, на мой взгляд, тоже очень классный пример, да. То есть, вот, позиции, которые мы начали рассматривать. Под G5, он как раз такой провокационный. Итак. Следующий пример. Это пример из творчества нынешнего чемпиона мира Магнуса Карлсона. Партия была им сыграна у нас как раз с претендентом на это звание. Матч скоро состоится, да, между ними. Это Корякин Сергей. Белыми играл Карлсон. Черными Корякин. 2012 год, к слову. И здесь Корякин сыграл F5. Ход, в принципе, кажется антипозиционным. Да, но... Ну, естественный ход в этой позиции Ладья Д5, казалось бы, напрашивается, да. Ну, к слову сказать, объективно сильнейшая это Король Е3. И у белых стабильный перевес и хорошие шансы на победу. Но после хода Ладья Д5 Корякин не нашел блестящую реплику, да, которая могла сразу практически изменить оценку. Здесь в распоряжении черных имелся блестящий тактический ресурс. Довольно-таки неочевидный, его действительно очень сложно найти. Это ход Ладья Б2. И теперь на Конь В2 следует ФЕ. И неожиданно Ладья Белых попадается. То есть Белый вынужден ее отдавать. Ну, скажем, Ладья Д3, ЕД, Король Д3. И, в принципе, результат очевидный это ничья, то есть объективный, да. Но, в принципе, уже здесь делают ее скорее Белый, так как лучше она отличная пешка. Здесь черные практически ничем не рискуют. Но еще раз повторюсь, объективный результат это ничья. В партии же Корякин не увидел ход Ладья Б2. Он сыграл Ладья Д8 и в дальнейшем чудом сделал ничью. Но, в принципе, позиция такая, что мог бы и проиграть. Так как на стороне Белых действительно объективный перевес и довольно-таки привычный. Да, но вот ход Ладья Б2, конечно, очень красивый, на мой взгляд. То есть вот такой мотив, да, мы ловим Ладью. На мой взгляд, блестящий пример. К сожалению, который не случился в партии. Опять же, он остался за кадром. Придем к следующему примеру. А это пример из творчества блестящего шахматиста. К сожалению, относительно недавно он ушел из жизни. Это Давид Бронштейн. И партия была сыграна с Виктором Корчным. Очень классный пример, на мой взгляд. Здесь Белые сыграли Персь Б8 шаг, Король А7 и Ладья Е8. То есть Белые пытаются сразу завершить партию, ну, скажем так, прямой атакой. Да, создаются угрозы по 8-й горизонтали. Плюс мы пытаемся выгнать Короля. Но здесь, конечно, мы должны предвидеть ход Ферсевтрии. То есть не совсем понятно, что делать после Ферсевтрии. Черные тоже создают угрозу мата на G2, да. То есть, казалось бы, у них своя контр-игра. И с виду ничего у Белых нету форсировано. Но, конечно, Бронштейн заранее предвидел опровержение этого хода. Он ловил Виктора Корчного. И здесь последовал ход Ладья А8 шаг, Король Ж6 и Ладья бьет А6 шаг. То есть блестящее ожерелье этого Ладья. И, как мы можем убедиться, Белые форсировано выиграют. Давайте рассмотрим варианты. На Король А6 может последовать Ферсевтрии 8 шаг, Король Ж6, Ферсевтрии 5 шаг, Король Ф6 и Ж5. То есть, пешка, да, делает шаг, казалось бы, она не принимала участие в атаке, но оказалась самой главной фигурой. И Белые следующим ходом забирают Ферзя и выиграют партию. Также, конечно, мы должны рассмотреть, что могло бы последовать на ход GH. Но здесь все еще гораздо прозаичнее. Белые играют Ферсевтрии 8 шаг, Король Ф6, Ферсевтрии 8 шаг. И следующим ходом забирают Ферзя, да, и выиграют партию. Ну и последний вариант, это ход Король Ф7. Здесь Белые тоже довольно-таки эффектно выиграют Ферсевтрии 7 шаг, Король Ж8, Ферсевтрии 8 шаг, именно с С8, чтобы на Король Ф7 пойти Ферсевтрии 6 шаг и следующим ходом поставить мат. А на Ферсевтрии 8 мы попросту выиграем Ферзя. Хладяя 6 шаг, и следующим ходом забираем Ферзя и выиграем партию. Идем к следующему примеру. Это пример опять же свойства Ботвинника. К слову, многие отмечают, что у Ботвинника на протяжении всей карьеры были проблемы, да, с тактическим зрением. Но, отчасти, наверное, это правда. Но, как мы можем увидеть, все-таки он порой создавал блестящие и цельные партии, где тактика играла, ну, едва ли не главную роль. И эта партия была сыграна между Михаилом Ботвинником и Лайошем Портишем. Очень известный, в принципе, пример. В этой позиции черные сыграли Конь Б8. То есть, ну, в принципе, идея понятно. Неприятное давление по линии С. Черные хотят сыграть С6. Потом пойти, скажем, Конь Б7. И укрепить свою позицию. Ну, что же придумали черные на ход Ладья С7? Ну, в принципе, очевидно. Ход слон С6. И белые, по идее, проигрывают качество. Хотя, конечно, даже, скажем, после удара на С6, ну, даже, скажем, седьмой Ладьей, да, вот, Ладья С7 на С6, у белых все равно, конечно, позиция была бы неплохая. Но, в принципе, так как у них за качество еще и пешка там, ну, там вся борьба была бы еще впереди. Но Батвинник нашел неочевидное опровержение. Он ходит Ладьей первой на С6, бьет Слона. И после Б, казалось бы, белые проиграют. Да, у них под боем, опять же, Ладья, что делать, непонятно. Там, ну, есть какой-то ход С6, но понятно, что это все уже не в ту сторону, не в ту степь. Но здесь, конечно, Батвинник заранее предвидел сильнейшее продолжение, да, и, по сути, опровержение замысла Черных. Следует блестящий ход Ладья С7. Белые жаркуют Ладью, но, в принципе, брать ее, по сути, нельзя. На Король Левсим последует ФС4 шаг, Король Ж6, ФС4 шаг, Король Левсим, Конь Ж5. И здесь Черные уже вынуждены отдавать Ферзя. Ну, так как на Король Ж8 последует ФС4 шаг, да, ну, там, в дальнейшем даже Спорт и Мат, стандартные, известные. Да, ну, а после ФСЖ5, Слон Ж5, оценка не вызывает сомнений. У Белых абсолютно вынуждена позиция. Да, но, скажем, еще надо, конечно, посмотреть ход, который был сделан в партии. Черные сыграли А6. Ну, здесь просто Белый ход Ладья Б7. Обратите внимание, мало того, что у Белых за качество уже две пешки, плюс ко всему, у Черных полностью раскрыт Король. И мы можем обратить внимание на хроническую слабость Белых полей, да, в лагере Черных. То есть позиция абсолютно безнадежная. Итак, последовало ФСЦ8, ФСЦ4 шаг, Король Х8, Конь Х4, ФС Б7, Конь Ж6 шаг, Король Х7, Слон Е4. То есть атака Белых развивается сама собой. То есть Черные Ладьи, да, вот как мы можем обратить внимание, они практически не участвуют в игре. То есть Белые атакуют ферзем и тремя легкими фигурами. И здесь Слон Д6, Конь Е5, может последовало, Ж6, Слон Бьет Ж6, Король Ж7. И здесь Слон А6 сыграл, Ботвинник, что в принципе достаточно для победы. Но еще был ход Слон Е8 и, скажем, на Слон Е5 ФСЦ6. И здесь Черные тоже беззащитные. Да, но, в принципе, Слон А6 тоже довольно-таки, ну, в принципе, довольно легко выигрывать. Король А6 ФС Х4, Король Ж7 ФС Х7, Король Ф8 ФС Б7. И Белые выиграют. У них абсолютно выигранная позиция. Следующий пример. А этот пример снова из творчества Давида Бронштейна. К слову сказать, два примера, да, которые мы уже... Ну, это второй будет из творчества Бронштейна, которые я показываю в данном видео. Я подшипнул из блестящей книги. Давид против Голиафа. То есть, книга создана на, ну, прежде всего, поединке Бронштейна с компьютерами. С разными программами, да, преимущественно в 90-е годы. То есть, Бронштейн постоянно сражался с компьютерами. Ну, в частности, можно вспомнить знаменитый Эгган-турнир, который, к слову, уже давно не проводится. Но турнир в свое время пользовался большой популярностью. Сейчас, конечно, это уже нереально, так как движки, ну, уже просто играют сумасшедшую силу, да, там, стоп-пиш, комода. Ну, просто это нереальное состязание. Там, комода вот дает просто фору-пешку, да, там, Хикара Накамура, там, играл недавно. Я думаю, кто в интернете постоянно сидит, да, смотрит, трансляции, видели этот матч, смотрели партии. То есть, конечно, уже сейчас состязание это просто бессмысленно. Но в те годы компьютеры еще играли не так сильно. Это я говорю, прежде всего, о 90-х годах. И вот эта партия была сыграна между Давидом Бронштейном и программой, ну, если не ошибаюсь, с таким интересным названием, Гиптаус. Итак, в этой позиции черные сыграли, да, белый Мегал, Давид Бронштейн, Ферсия 7, и ход несколько странный, да. То есть, черные оставляют без защиты пешку С7, и не совсем понятно, что последует на ход ладья С7. Но на ладья С7 черные заготовили ход фон Дэшер. И, скажем, на ладья С1, ну, в принципе, естественный ход, да, следует смолни Е5 ДЕ, Ферсия 3 ФЕ, ИКУ НЕ4. И черные, ну, во-первых, они, опять же, остаются с лишней пешкой и, в принципе, большим перевесом. То есть, вот на это программа и ловила, да, Давида Бронштейна. Но, все мы знаем, Бронштейн славился, прежде всего, блестящим тактическим зрением и великолепной фантазией. К слову сказать, почему я выбрал этот пример, он очень схож с предыдущим. Я не знаю, скажем так, ну, исходя из чего Бронштейн, да, делал свои следующие ходы. Но вот, не исключено, что он видел пример Ботвинника и, в принципе, следовал, так сказать, его действиям. Ну, отчасти. И так, последовал ход ладья Ф7. И теперь на слон Е5 белые попросту продолжают джетовать фигуры свои, раскрывая короля. Ладья Ж7 шаг, король Ж7. Теперь Ж5 шаг, король Ф7 и ДЕ. Ну, к слову, есть ход Ферс Е5. Тоже, в принципе, белые здесь должны получить большой перевес. Здесь, ну, чуть ли не единственная слон Д5, так как угроз много, в том числе и ход Д5, да, со стороны белых, включая в игру еще слона. А на слон Д5 может последовать Е2, Ладья Д5, Ферс Е4. И эта позиция тоже с большим перевесом у белых. Да, но, я думаю, Бронштейн сыграл сильнее. ДЕ. И конь Ж8. Да, ну, давайте еще посмотрим, что могло последовать на конь Е4. Слон Х5 шаг, король Ф8. Ферс Е6 шаг, король Ж8. Ферс Е6 шаг, король Х8. Конь Бьет Е4. Ладья Д1. К слову скажу, эти варианты, они довольно неочевидны, да, и даже здесь белые выиграют, но выиграют, в принципе, непросто. Слон Д1, слон Е4. Здесь еще надо предвидеть блестящий, очень сильный вход. Ферс Е4. То есть мы нападаем на слона, плюс ко всему грозит ход Е6. И здесь на конь С4 может последовать слон на 1 просто. Да, и угрозы белых практически, ну, очень серьезно должны привести к победе. А на слон Ж6 может последовать слон, это еще один сильный и темповой ход. На ладья Д8 Е6 шаг. На король Ж8, ферс Ж5. Под боем ладья. И плюс ко всему мы грозим пойти ферс Е6 или ферс Е5 с многочисленными угрозами. Да, ну, где-то еще, в принципе, грозит и ход Е7. Да, ну, на конь С6 мы играем ферс Е6. На ладья Д4 есть простой, но тем не менее, очень сильный ход. Мы никуда не торопимся, а просто делаем форточку. Играем Ж3. И, в принципе, как несложно убедиться, позиция белых выиграна. Да, но вернемся к продолжению, которое было сделано в партии. Ну, да, в данном случае мы осматривали ход конь Е4. В партии последовал ход конь Ж8. И здесь Бронштейн сыграл ладья Е1. Ну, идея понятна. В каких-то вариантах пойти слону на Ж5 и подключить ладью по третьему ряду. Да, но в его расположении был еще один очень сильный ход. Тоже не совсем очевидный. Это ход ладья С1. Ну, наверное, объективно говоря, сильнейшее продолжение. Но, в принципе, что могло не понравиться Бронштейну. Ну, давайте рассмотрим по порядку. Ну, скажем, начнем с самого слабого. На ладья С8 белые просто играют ладья С7 шаг. На ладья С7 слон, Ж5. Король в 8 ферс, Д8 шаг. И следующим ходом мы забираем ладью и выиграем партию. Да, но также мы должны рассматривать ход ладья ДС8. На что может последовать ладья Е1? Вот, казалось бы, потери времени, но на самом деле нет. Так как ладья на С8 стоит гораздо хуже, нежели она стояла на Д8. Да? То есть, как бы мы заманили ладью на С8, где она стоит плохо. А дальше у нас уже практически все варианты срастаются. Ну, скажем, ладья С2 после ладья Е1, слон, Ж5, шаг, король в 8 и ладья Е3. Ферс бьет Е3. Ну, то есть, угроза ладья Е3, она, конечно, практически смертельная. Черные вынуждены отдавать ферзя. Ферс Е3, ферс Е3, ладья Б2. Ферс Д4. Ладья С2, ферс Б4, шаг, король Ж7. И, к слову, мы не торопимся забирать коня. А можем пойти просто А4. И это позиция, выигранная у белых. Ну, следующим ходом мы заберем коня. И у нас, ну, во-первых, очень много пешек. Во-вторых, король черных Асквит. Моя оценка не вызывает сомнений. Да, но, я думаю, Бронштейн отказался от хода ладья С1 по другой причине. Да, конь Ж8, ладья С1. В распоряжении черных есть, наверное, самый естественный ход. Это вход слон С6. То есть, мало того, что черные перекрывают линию С, да, они еще пытаются включить в игру ферзя, скажем, где-то к защите его подвести на Е7. Или просто после хода короля в 8 где-то на Ж7, чтобы он подключился к защите. И вот здесь вот в распоряжении белых было блестящее решение, на мой взгляд. Слон Х5, шаг, король Ф8. И давайте на секунду задумаемся, да, как нам подключить к атаке. Ну, ясное дело, что там, скажем, ферзя со слоном нам не хватает для того, чтобы уграть партию. Нужно подключить ладью к атаке. Ну, как это сделать? Ладья Е1 здесь уже просто потеря времени. Это ни к чему не приводит. Но в распоряжении есть блестящий и неочевидный ресурс. Это вход ладья Ц3. То есть нечасто такое встретишь. Белые специально ставят ладью под бой. Но на БЦ слон включается со страшной силой уже по другой диагонали. По диагонали А3 и Ф8 объявляют шаг королю. И на Ф7, ну, давайте еще посмотрим, что может последовать на Коне Е7. Здесь белые просто ставят мат. Ф6 шаг, король Ф8, слон Ф7. Король Ж8, слон Ф7, король Ф8, слон Е6, король Е8 и просто Ф7 мат. Поэтому черные вынуждены отдавать ферзя. Ферзь Е7. И здесь слон Е7, Конь Е7. И опять же Ф6 со скорым матом. Белые выигрывают. Да, то есть вот опять же вариант, который остался за кадром. Так как Бронштейн не сыграл ладья Ц1. Да, но ладья Ц3, на мой взгляд, очень красивое и блестящее решение. Перейдем к следующему примеру. К слову сказать, почему я выбрал этот пример. Так как, читая книгу Бронштейна, в комментариях, ну, когда, в тот момент, когда он жертвовал ладью, да, ладья Ф7, а держи Семь, он ссылался как раз на эту партию, говоря о том, что, если, ну, тот шахматист, который хотя бы раз видел партию, мог как раз данную партию, это черными играл Савелий Тартаковер, то, в принципе, скорее всего, пришел бы к правильному решению. Здесь Тартаковер сыграл АГАС-2, жертвуя ладью, король АС-2, ферс Ф2, король АС-1, конь Ф6. То есть, пример действительно, тоже очень красочный. И вот почему черные просто пожертвуют ладью и продолжают атаку, скажем так, постепенно подключая все фигуры к атаке. Ладья Е2, ферс Ж3 последовало, конь Б1, конь Х5, ферс Д2, слон Д7. То есть, заметьте, черные делают простые, естественные, развивающие ходы, но король Белых, король Белых, он попросту, ну, раскрыт, да, и фигуры не могут помочь ему в защите. Ладья Е2, ферс А4, шах, король Ж1, слон Ж3, слон С3, слон БЮТ Ф2, ферс БЮТ Ф2, Ж3, ферс Ж2, ладья Е8, слон Е1, ладья Е1, шах, король Ф1, Е5. То есть, обратите внимание, как здорово идет атака у Савельи Тартакови, не считаясь с материальными жертвами. Король Ж1, слон Ж4, слон БЮТ Ж3, конь Ж3, ладья Е1, конь Е5, ферс В2, ферс Ж5, Дея слон Е3, шах, король Ф1, и конь Ж3, шах. И здесь уже понятно, что Белые попросту беззащитны. Белые сдались, и, соответственно, проиграли партию, да. То есть, вот, на мой взгляд, тоже блестящий пример. Ну, я не стал его анализировать. Здесь, конечно, были со стороны Белых попытки, скажем так, ну, скажем так, сильнейшие продолжения, да. Они все равно, объективно говоря, вели к поражению, да. То есть, Белые, по сути, не спасались, атака черных очень сильна, но могли продолжить сопротивление. Итак, с просмотром партии на этом я заканчиваю. И в конце я вам посоветую материалы, которые я, в принципе, использовал, готовясь к этой теме, да. Подбирал вариант, подбирал нужный парт, партии, да, анализировал варианты. Итак, я вам посоветую прежде всего статьи, их три, Марка Дворецкого. Они так и называются «Попадаясь в ловушку». То есть, вот, в принципе, в гугле, там, или в любом поисковике можете набрать «Марк Дворецкий и попадаясь в ловушку». И вот вы увидите три статьи. То есть, вот, часть вторая, часть первая, часть третья. К слову, некоторые примеры я подчеркнул из этой статьи. Настоятельно советую ознакомиться. Очень много примеров, примеры для решения. То есть, ну, как всегда, у Дворецкого блестящая подача материала. Опять же, я уже упоминал книгу Талия и Дамского в огонь атаки. Это, по сути, такая базовая книга, и там есть прям тема. Опять же, она называется «Попадаясь в ловушку». То есть, тоже настоятельно советую ознакомиться. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok